Доброго времени суток! В данном видео обзоре мы с вами рассмотрим способность разбойника обшаривания карманов. Данный метод довольно многослойный, позволяет себе сочетать многие функции Варкрафта. Слой первый. Обшаривание карманов. Основная база. При использовании умения игровые персонажи, будь то игроки или NPC, прочие мобы, должны быть вашего уровня. Если цели выше вашего уровня, они, возможно, обнаружат вашу маскировку. Это немного затормозит непосредственный сбор предметов с карманов NPC или игроков. При обшаривании карманов персонажей более низкого уровня, чем ваш, вы будете, соответственно, получать заниженную награду. Итак, приступим к сбору трофеев. Первый слой. Мы с вами будем использовать способность ошеломления, которая поможет нам более-менее эффективно использовать общую способность обшаривания карманов. Как видим, данный NPC постоянно двигается. Также игроки, которые передвигаются на маунтах на вражеской территории, могут воспрепятствовать вашей способности обшаривания карманов. Итак, подходим к персонажу. Как видим, в течение минуты персонаж неподвижен. У персонажа обязательно должны быть карманы. И тут маленькое отступление, поскольку Дренор является небольшой халтурой в мире WorldCraft. Например, если мы снимаем кожу с большого слона, то с трех маленьких стоящих рядах мы снять не можем. Но с летающей птички можем. Поэтому не смотрите на саму модель игровых персонажей, даже если у них нарисованы карманы и есть рядом надпись со стрелочкой карман. Просто мы должны проверить, существует он или нет. Итак, у данного персонажа существуют карманы. Мы с вами получаем 54 серебряных монетами и предмет кольцо с бриллиантом. Обычная карманная кража. Предметы являются персональными. Вы не можете передавать их другим игрокам или своим твинкам. Слой второй, двойной лут. Используем то же самое способности. Собираем. Получаем 35 серебра и, соответственно, цепи надежды карманная кража. Предметы также имеют расцветку. Белая, зеленая, синяя и фиолетовая. В чем разница, рассмотрим немного позже. Итак, получили карманную добычу и, соответственно, атакуем и получаем еще 41 серебряную монету. Занижен ли лут? Занижен ли дроп вещей с повторного сбора? Этого я вам сказать, к сожалению, не могу. Слой третий. Выполняя те или иные функции по карманным кражам и дополнительным квестам, вы должны где-то прикармливаться по собственным локациям. Данных мест довольно много. Например, данный район содержит довольно большое количество орков, гавань железного кулака. Сюда есть быстрый перелет до Зорнивека на Гранд. Здесь существует непосредственно общий квест в виде щита и двух мячей. Поэтому вы дополнительно можете пройти этот квест, но также учитывайте возможность, что вам будут мешать другие игроки. Слой четвертый. Что же мы с вами будем делать с награбленным? При использовании способности обшаривания карманов у вас с первого, второго или третьего моба должен упасть предмет свисток для условного сигнала. Перезарядка 15 минут. Итак, используем его. Появляется, да-да, всем с нами любимый Жюль. Если у вас профессия инженер, то, конечно, вы его знаете. И вот именно он дает нам квесты на сбор данных предметов. Первый квест говорит вам, что необходимо собрать всего лишь тысячу жетонов. Эти жетоны вы получаете, соответственно, на обмен тех самых собранных предметов. Первый квест дает вам 250 золота. Второй квест обещает нам полторы тысячи золота за две тысячи монет. Соответственно, в два раза больше, чем за первый квест. Итак, нажимаем защитить добычу. И, соответственно, получаем 33 тусклые железные монеты. Все предметы, собранные, исчезают. Если вам не нужна игровая валюта WorldCraft золота, вы всегда можете у Жюля за соответствующую цену в тусклых железных монетах приобрести разнообразные итемы. В основном это вещи для трансмодификации. Непосредственно для разбойников. Но также имеются довольно интересные, вроде, таинственных бочонков и прочей жуки. Дополнительно стоит отметить, что разработчики не бросают данную функцию обшаривания кармана. На конкретном примере можно сказать, что в локации Ашран, при прохождении квестов и вашей рейд-группе, при борьбе с вражеской фракцией той или иной, Орда или Альянс, вы с лута получите две книги. Это руководство. Подготовка. При убийстве игрока время восстановления вашей способности подготовка мгновенно сбрасывается. Может использоваться только ваш ранний. И дополнительную зеленую книги. Обшаривание карманов игроков. Непосредственно ваш ранний. Больше нигде. В данном случае ее здесь нет. Я ее использовал. Она позволяет вам такой же стандартной методикой стопорить игроков без дополнительного принуждения функции ошеломления. И также соответственно вытаскивать из их карманов те самые артефакты, которые позволяют вам получать очки чести, а также более повышать эффективность вашего рейда.